Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июня и вот сейчас я занимаюсь обрезкой лишних пасынков, прищипывания лишних листьев, очередной подвязкой, короче работая в теплице. Я хочу поговорить с вами о прищипывании верхушек томатов. Некоторые могут удивиться, что это очень рано, ведь еще июнь только начался, какая может быть прищипка верхушек томатов. Но я вам обещала подойти показать. Вот смотрите, вот у меня индотерминатные томаты. Вот этот колышек высота метр двадцать. Они уже переросли, этот кол, и у них уже столько вот этих образовалось и цветущих кистей, и бутонов, и уже завязавшихся, что вот в таких случаях уже нужно подумать о прищипывании верхушки. Когда все-таки начинать прищипывать верхушку? Я вам скажу так, я всегда исхожу из сорта. Если сорт крупноплодный, и если я решила, что я оставлю ему 5 или 6 плодовых кистей и больше не буду, потому что я знаю, что он больше не вынесет, не выкормит. Если вот этот сорт, он 500-600 грамм, даже есть 700, вот как, например, ботяня, 5-6 кистей, ему за глаза больше растения не вытянет, во-первых. А во-вторых, у меня сибирский регион, лето короткое, и больше оставлять смысла нет. Следующее уже придется на тот период, когда будут заморозки, оно все равно, ну или оно будет мелкие, или они замерзнут. Короче, 5-6 кистей, больше мы не оставляем. И вот в этот период, в начале июня, подойдя к томату, я могу уже определить, ну в смысле, нужно мне прищипывать или нет. Вот смотрите, они очень-очень быстро завязываются, ну даже на примере того или этого. Вот смотрите, вот одна кисть уже готова у меня, уже наливается. Вот эта вот помидорка, это уже вторая кисть. Вот эта, ой, дальше лезем. Она получилась на этой стороне, тоже уже яблочки. Вот третья кисть. Вот четвертая кисть. Вот пятая, и вот уже шестая. Так что не за горами тот момент, тот период, когда все томаты завяжутся, и последующие, которые будут выше, они будут уже лишние. Потому что это происходит очень-очень быстро. И если вы решили, что у вас будет не больше пяти кистей, так как они крупноплодные, посчитав пять кистей и подождав, когда они завяжутся, ну вот это уже большая, размер с вишенку, следующие нужно выщипывать. И нужно выщипывать именно вот на ранних сроках, потому что если мы их оставим, они будут, ну вы понимаете, они будут вытягивать, как сказать, ну вытягивать все питательные вещества. Все. Это с крупноплодными. Если у вас, как вот я говорила, вот такие вот, как русские колокола всякие, ой, подождите, поднимусь, сосисочки пальчиковые, конечно, те же вот дебарау, я их не прищипываю, я даю им расти, докуда они, вот, например, дебарау у меня вот доросла до палочки, все, кончилась палка. Потом я ее начинаю привязывать вот к этим опорам теплицы, и она тянется, тянется, и замерзнет она потом сама собой осенью. Это не имеет значения. У нас имеет значение прищипывание крупноплодных томатов, потому что если мы оставим лишние кисти, вот здесь они этих, и, как сказать, и сформировать они нормально, и не сформируют, и оттянут все питательные вещества от кистей, которые ниже. Вот этим ведь очень нужны питательные вещества, а растение будет бросать их вверх, на верхушку, на образование новых и новых и новых цветов, плодов. А нам-то нужно, чтобы наливались вот эти. Поэтому с прищипкой томатов я вам не советую затягивать до июля или до августа. Следите все-таки вот за этими заиндотерминатными крупноплодными. Вот у меня вымахал, видите уже. Вот я стою, вот эта кисть у меня на уровне носа. Это значит он уже, ну, больше метра, пошел за метр. И кистей у него уже 5-6. Вот это, по-моему, шестая. Все, я жду, когда вот здесь будут маленькие. Вот чуть-чуть завяжутся, как вишенки. И дальше я буду прищипывать. Все, тогда все растение будет работать на оставшиеся вот эти 6 кистей. И все, они, конечно, будут пытаться, будут пытаться здесь новые вылезти, опять засвести у растения. Ну, так заложено. Ему надо больше и больше. Вот эти вот крохотули будут появляться. Видите, еще появляется. Все надо беспощадно выщипывать. Все. Если вопрос задать, когда начать прищипывать томаты, верхушки у томатов, то ответ такой. Смотря у какого сорта. У крупноплодных, у которых будет всего 5-6 кистей, нужно прищипывать уже сейчас, в июне, когда завяжутся маленькие плоды на 5 кистях, верхушку можно прищипнуть. А у тех, которые плоды мелкие, опять же, которые для нас размера не имеют значения, можно не прищипывать до самого августа. Все, до свидания.